Обжаловать нарушение прав человека в России в европейском суде уже завтра будет невозможно, так как с 16 сентября Россия перестала или перестанет быть участницей Европейской конвенции о правах человека. В Совете Европы считают, что более 140 миллионов российских граждан лишаются правовой защиты, и таким образом Россия еще больше изолирует себя от демократического мира. В июне президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон о неисполнении постановлений суда по правам человека, вынесенных после 15 марта. В свою очередь, парламентская ассамблея исключила Россию из Совета Европы за грубые нарушения устава и невыполнение обязательств. Сейчас Россия задолжала 74 миллиона евро справедливой компенсации по решениям ЕСПЧ, принятым ранее. И на связи со студией телеканала Freedom Ольга Романова, глава фонда «Русь сидящая». Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый вечер. Ну вот еще в начале июня, да, председатель Госдумы Володин заявил, что Россия не будет исполнять решения Европейского суда по правам человека, вынесенные после 15 марта 2022 года. Тогда же Путин и подписал соответствующий закон. Вот с завтрашнего дня Россия перестанет быть участницей Европейской конвенции по правам человека. Вот и что теперь? Где людям правду искать? Ну, вы знаете, есть еще остаются какие-то механизмы. Механизмы, связанные с обращением, например, еще и в ООН, в специальные комитеты. Но, конечно, это все. Людям искать правду в России негде, надо признать. И, собственно, это происходит уже, соответственно, вот с 15 марта. Не могу сказать, что механизмы ЕСПЧ прямо хорошо работали в России. Конечно, нет. И в последние годы выплаты происходили, если вообще происходили, чрезвычайно напряженно. Если это была выплата по политическим статьям, то вообще не производилось. Находилось 148 разных причин, почему этого сделать нельзя. Но ведь дело в том, что Европейский суд по правам человека – это не о выплатах. Это о том, чтобы нарушение прав человека, которое повлекло за собой тяжкие последствия, и поэтому компенсация, должно быть устранено причиной этого нарушения. Конечно, Российская Федерация все эти годы откупалась от потерпевших деньгами, а потом, собственно, деньгами перестала. То есть, да, на международное право Россия начхала, растоптала его, но, собственно, это не новость. Вообще ни разу не новость. Поэтому, да, Россия движется семимильными шагами в сторону Белоруссии, которая никогда не вступала в Европейский суд по правам человека, тем более там Северной Кореи. И я вообще-то не удивлюсь, если в следующем году, а может быть и раньше в России, будет снят мораторий на смертную казнь. Потому что мораторий на смертную казнь был принят именно с тем, что Россия входила в состав, в общем-то, европейской цивилизации. Теперь этого не надо. Вот эта дегуманизация по отношению к гражданину – это достаточно больно на самом деле? И куда уже жестче? У меня такое ощущение, что граждане к этому привыкли, воспринимают это как самосаморазумеющееся. И, вы знаете, меня совершенно поразила дискуссия в таких вот гражданских вроде бы пабликах российских, когда, в общем, какое-то общее мнение такое, что столько в мире жестокости, вообще такой ужас, что творится, людей убивают, калечат, детей убивают, калечат. Поэтому давайте вернем смертную казнь. Ну, вот в ЕСПЧ заявили, что, тем не менее, будут поддерживать правозащитников, оппозиционных журналистов. Просто интересно, вот механизм, как они собираются это делать? Ну, вы знаете, механизм есть самый разный. Действительно, и адвокаты, и правозащитные адвокаты. И мы все продолжаем работать, конечно, и с ПАСИ, и с Советом Европы, и с Европейским судом по правам человека, и с разными международными организациями. Сейчас для нас очень актуален, например, Красный Крест, и, конечно, Верховный комиссариат ООН по правам человека, естественно. Поэтому, ну, тут ничто не мешает нам с ними работать, особенно по проблемам, связанным с Украиной. Такие, как, например, цивильные заручники. Вы знаете, да, это большое количество украинцев. По крайней мере, это около ста человек мирных украинских граждан, которые были схвачены на временно оккупированной территории в Киевской области в марте, в Черниговской области тоже в марте. А это цифра 100, на самом деле там ведь тысячи людей, там больше, или это только задокументировано столько, по вашим данным? Да, да, это задокументировано, то есть мы знаем имена, фамилии и примерно, где они находятся. То есть это только те, о которых вам известно? Да, я хочу сказать, что есть совместная Украина-российская группа, которая называется «Статут». Возглавляет ее с украинской стороны капеллан, военный капеллан из Житомира, отец Андрей Ковалев, а с российской стороны тоже епископ, не входящий в ЛОНРПЦ Григорий Михнов-Войтенко, тоже, я думаю, хорошо известный в Украине. И поэтому я думаю, что те сведения, которые есть у нас, у этой группы, так как это совместная группа, в нее входят очень многие украинские выдающиеся адвокаты-правозащитники, которые могут делать это открыто, а с российской стороны, собственно, Григорий Михнов-Войтенко и я можем говорить открыто, а остальных все-таки мы скрываем. Для их же, собственно, безопасности, чтобы они могли работать. То, соответственно, в этой группе все заявления, которые стекаются и в украинскую сторону, я прекрасно понимаю украинцев, в которой нет доверия российской стороне, я это прекрасно понимаю. И сейчас с этим, наверное, ничего не сделать, только стараться работать, работать и работать, чтобы люди остались живы, непокалечены, украинцы. И, в общем, к сожалению, когда люди забирают свои заявления, если они находят силы забрать заявление, обычно это после генетической экспертизы останков. Конечно, людей пропавших гораздо больше, чем сто. Но у нас есть и хорошие, знаете, у нас есть очень вдохновляющие все-таки бывают новости. Знаете, однажды семья украинская, когда нужно было довольно срочно писать заявление, адвокат пытался пройти в СИЗО и пытался встретиться с родственниками. И семья не дала заявление о доверенности на адвоката. Сказала, ну, генетическая экспертиза, мы сейчас ожидаем последнее, мы в ней уверены. И в последний момент они вдруг нам написали, что да, вот согласие, не совпала генетическая экспертиза. И мне кажется, что мы нашли этого человека. И я очень надеюсь, что рано или поздно состоится обмен, или российская сторона отдумается, или украинские танки войдут, в конце концов, в Крым, да, как мы все думаем, в конце концов. И эта проблема решится таким образом. Этот, конечно, способ самый лучший. Но, тем не менее, вытаскивать людей надо в любом случае, конечно. Ольга, а вот правоохранительная система России, она вообще полностью прогнившая, на нее вообще нет никакой надежды? Да, я не помню цифр, но знаю точно, что вот количество даже оправдательных приговоров, оно меньше, чем было даже при Сталине, вот в те годы репрессий в 30-е. Ну, вы знаете, это, конечно, смешно об этом говорить, о правоохранительной системе России. Вот то, что происходит сейчас в российских зонах, да, массовая вербовка заключенных, это же что? Ведь российской судебной системой, российской прокуратурой давно уже в нее вызерли ноги, давным-давно. Давным-давно стоит в позе, чего изволите. Давным-давно суды полностью под отчетной администрацией, властной администрацией, и полностью под клопаком ФСБ, и не могут сделать никакого лишнего писка. Давным-давно это все мы знали. Но, видимо, судебной системе казалось, таким образом она как-то пытается себя сохранить. Ничего подобного. Вот сейчас просто об нее вытерли уже не ноги, а другое место. Вообще другое место. Когда заключенных с неснятой судимостью, то есть их продолжают длиться сроки. Их сейчас отправляют на войну. И, вы знаете, вот сегодняшние у нас новости. Я сначала не поверила, пожала плечами. И даже еще сама не опубликовала ее. Я так думаю, все-таки над ней. Несколько нам женщин написали, и несколько написали заключенных из очень разных зон России, что им сказали записываться срочно, извербоваться в ЧВК «Вагнер», потому что они скоро уйдут, а всех остальных заберут на фронт уже бесплатно под мобилизацию. Даже женщин. Вот разговор сегодня идет такой. Ну, что я могу сказать? Армия России – миллион сто человек. Это вместе со всеми тыловыми, служащими, поварами и так далее. А заключенных, то есть вообще чистой живой силы, 600 тысяч. Это даже, в общем-то, вполне сравнимая величина. Вполне. Две армии. Ну вот сторонники Алексея Навального, они опубликовали видео, на котором человек, как утверждается, является владелец ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, вербует заключенных на войну в Украине. Вот давайте вместе посмотрим фрагмент и обсудим. Все погибшие, тела отвозятся в то место, которое вы указываете в своем завещании, родственникам или захораниваются там, где вы говорите. Всех захоранивают на аллеях героев в тех городах, где она есть. Кто не знает, где захоронить, хороним рядом с часовней ЧВК «Вагнер» в горячем ключе. Далее, через полгода, уходите домой, получив помилование. Те, кто хочет остаться с нами, остается с нами. Поэтому вариантов вернуться на зону нет никаких. Прокомментируйте, пожалуйста, вот то, что мы сейчас вместе смотрели. Да, это Пригожин. Он ведет себя так, в общем, уже два с половиной месяца. Он выступает с ремизой с одной и той же речью. До сих пор он был с одной звездой Героя России на Грузии. Никто не знает, за что он ее получил. Но, как вы видите на этом видео, две бирюльки. Какая вторая, не очень заметно, но многие очевидцы, а это зона номер 6 в городе Яшкар-Ала, Мариэл, многие очевидцы утверждают, что там была вторая звезда Героя России. За какие-то кем-то... Ольга, вы знаете, вот многие сомневались, что это Пригожин. У нас вот есть слайд, давайте сравним. Это действительно он, да? Да, вот. Посмотрите, ну он же. Это Пригожин, тем более, что сегодня... Ну, и две медальки уже, две звезды Героя. Сегодня пресс-служба компании «Конкорд», это компания, принадлежащая, собственно, повару Пригожину, такой издевательский выпустила пресс-релиз. Что это человек, максимально похожий на Пригожина, говорящий максимально приятным голосом, хорошо поставленным, замечательные слова, похожие на те, что все время говорит Евгений Пригожин и призывает заключенных, как и делает обычный Евгений Пригожин, отдать свою жизнь, свой труд, свой пот, свою кровь, там вот за все за это. Такое максимальное издевательский, фактически подтверждение. Но, собственно, подтверждение особенно не понадобилось, поскольку это видео было опубликовано изначально в телеграм-каналах, напрямую связанных с Пригожиным. Это его съемки, и это его слив. Слив сознательный, слив осознанный. Он расценивает это все происходящее как рекламную кампанию. И, собственно, рекламную кампанию, и своего могущества, да? И рекламную кампанию, собственно, по сбору заключенных в ЧВК «Вагнер». И вот все, что здесь происходит, и то, что нас, людей обычных, повергает в ужас, просто в ужас, ему кажутся рекламной кампанией. А как вы считаете, как быстро вот те, кто согласится воевать, захотят, чтобы вот вариант вернуться на зону, как мы видим, Пригожин говорил, что такого варианта вернуться на зону для вас как бы не будет. А как вот все-таки быть с теми, кто захочет вернуться? Вот помните, как в известном фильме, да, вот, а в тюрьме сейчас ужин, да, макароны. В любом случае, есть макароны, может быть, в камере, это лучше, чем сидеть под обстрелом хаймарсами? Ну, разумеется, сидеть в камере и с макаронами гораздо лучше, чем сидеть под обстрелами. И, по крайней мере, это не приводит к совершению новых преступлений. И ты не становишься военным преступником. Начнем с этого. И у тебя вообще появляется шанс начать все-таки жить нормальной жизнью. Если ты пошел на войну в Украине, там шанса нет. И плюс ко всему, все-таки, все-таки Пригожин говорит о том, что за такие попытки расстрел на месте. И мы знаем очень много уже таких случаев, да. Без суда и следствия они расстреливают на месте. За то, что обещают или просто так, тоже поди докажи. Ну, и плюс ко всему, смотрите, как удобно. Вербуя заключенных и забирая их совершенно бесконтрольно из колоний, ведь можно забрать кого-нибудь за деньги и по дороге отпустить. Запросто. Или сделать наоборот, забрать кого-нибудь, кого хочешь грохнуть буквально в ближайшем лесочке. И сказать, что он убит вот там, вот за линией фронта. То есть ситуация, когда в тюрьме у них больше прав на самом деле, чем вот как бы на свободе, да? Конечно. Несмотря на то, что русская тюрьма это, конечно, одно из самых страшных мест на земле, тем не менее, тем не менее, разумеется, разумеется, лучше достиживать свой срок и заниматься мыслями, а лучше действиями, повернутыми на обретение какой-то новой жизни, чем идти воевать, конечно. Ну вот такой вопрос к вам. Вот известно, что вот все-таки в местах заключения ведь свои законы. Эти законы часто вот не очень поддерживают, мягко говоря, сотрудничество осужденных с администрацией. Но в более в общем понимании вопроса вообще с госмашиной, Тем более службы ей. И вот интересно, как вот в самих, возможно, тюрьмах и колониях относятся к тем, кто соглашается надеть форму и взять в руки оружие. Это вот, наверное, противоречит тем понятиям, вот по которым там живут. Так ли это? Я вам сейчас прочитаю. Это совсем свеженький, то, что называется воровской прогон. Я уж не буду его весь читать так только. Прогон, жизнь ворам. Мир дому вашему, в общем, арестанты. Данным прогоном хотим до вас довести следующее. Мы масса воров говорим вам. Те, кто пошел на поводу мусорского и поехал убивать детей, женщин на Украину написано, да, ну как написано, являются лидьями. Не могут жить в общей массе. Ну и так далее, и так далее. То есть, да, это прямой запрет. Это вот мир ворам. С пожеланием вам добра, здоровья, благополучия. Мы масса воров. Данный прогон размножайте и прогоните по всем тюрьмам и лагерям России. Будем считать, что это цитата, плохих слов мы не используем, конечно, в эфире, но суть того, что они там написали, конечно, понятна. То есть, вот этот мир воровской не поддерживает вот эту агитацию воевать против Украины. Да, идут действительно идут те, кто в тюремной иерархии называются козлами. То есть, люди, изначально сотрудничающие с администрацией. А вот скажите, есть хоть какая-то малая вероятность того, что многие согласятся на такой контракт, чтобы избежать возможной смерти от пыток или издевательств, которые, как мы знаем, очень распространены в российских тюрьмах? Ну, в основном, именно это является мотивацией, главной мотивацией, что лучше смерть, чем продолжать сидеть в русской тюрьме и подвергаться ежедневным унижениям и с огромным риском для, в общем, искалечивания и в том числе изнасилований. Еще об одной исправительной колонии хотели с вами поговорить. Вот в исправительной колонии номер 6 во Владимирской области заключенным запретили смотреть на Алексея Навального. Об этом сообщает издание «Медуза». И вот схема такая. Когда ведут Навального, раздается три звонка. И нужно отвернуться или повернуться к окну. Для чего вот Навального хотят превратить в такую «Медузу-горгону»? Или вот что, на него посмотришь и сразу станешь оппозиционером? Какое-то безумие какое-то получается. Да, вы знаете, это применение очень редкой пытки. Собственно, европейские специалисты по пенциарной системе сразу это поняли и расценили это как пытку, разумеется. Это пытка отсутствием коммуникации, отсутствием общения, человеческого общения. С Навальным нельзя общаться. Ни взглядом, ни жестом, никак, ничего. Ну, и нельзя передавать, соответственно, никому на воле, как он выглядит, как он двигается, во что он одет, и чтобы он, не дай бог, не подал какой-нибудь тайный знак. Ну, плюс ко всему, да, это пытка, запрет на человеческое общение. Ну, это, да, один из видов пыток. Хорошо, спасибо большое вам за интересный комментарий. Ольга Романова, глава фонда «Русь сидящая» была на связи со студией. Редактор субтитров А.Семкин